друзья приветствую вас всех на своем канале меня зовут александрова светлана сегодня мы работаем у себя в питомнике спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, прошла еще неделя, немного помешали нашим планам дожди, пришлось переждать и когда закончатся они, и чтобы еще земля подсохла. Была грубая сделана вспашка, нам, конечно, не под силу вот это все будет разгрести граблями, поэтому продолжать будет еще техника. Можно кое-что еще повытаскивать, вот такие коряги большие. Ну и потом уже можно тогда будет планировать участок. Мы прошли, пособирали, насколько было возможно, большие корни повыдергивали. И вот сегодня мы заказали мини-трактор для того, чтобы все вот эти барханы, вот такие большие комки земли разбить. И тем более после дождя, сейчас земля напиталась, она такая рыхлая. Вот видно, да, в течение лета мы сюда привозили берегной с конюшней. Ну вот совсем другое дело. Теперь можно уже как-то это и граблями выровнять, вытянуть. Земля еще осядет. Очень хорошая земля. Пускай она вся была заросшая травой, я потом вам зимой расскажу, как, что я делала в течение лета, для того, чтобы сдерживать рост сорняков. Ну что, друзья, могу сказать? Глаза бороятся, руки делают. А у нас есть желание, есть стремление, есть понимание того, чего мы хотим сделать. Я хочу. А все остальные могут присоединиться. Основную часть мусора мы вывезли. Остатки вот этого мусора уже будем убирать погрузчикам. Все, что осталось от дома, от сараев. После зачистки на участке я оставила 4 дуба. Два здесь на въезде. Один рядом с соседским домиком. И в углу дальним рядом еще есть молодая сосенка. Черемуха, облепиха, молодое дерево абрикоса. На входе оставлю пока яблоню. Груша северянка. В том дальнем углу еще есть груша. Оставила яблони разных сортов. Взрослые уже растения. Не особо здоровые. Но я думаю, что с этим мы справимся. Этого количества яблонь более чем достаточно. В дальнейшем по периметру будет выставлен новый забор. Поэтому все, что я буду сейчас высаживать на участке, с расчетом, что не подхожу близко к забору, чтобы потом было удобно старый убрать и новый поставить. Кое-какие ветки, которые мешали работать технике, мы уже спилили на яблонях и грушах. Потом я к каждому дереву подойду предметно. Сделаю им корректирующую обрезку. Уберу старые ветки. И, конечно же, буду лечить сад. Никто тут многие годы не занимался здоровьем растений. Уберем старые стволы. Оставим молодые. Также нужно будет сделать обрезку на снижение кроны. Правая сторона участка, где сейчас располагается питомник, эту часть земли мы начали осваивать раньше. И здесь уже плодовые деревья чувствуют себя намного лучше. И плоды крупней, и болезней меньше. Продолжается у нас посадка и пересадка растений. Знакомьтесь, это Татьяна. Эта милая женщина помогает мне пересаживать крематисы, княжики, розы. Молодые растения она сейчас пересаживает в больший объем горшков. И еще эта замечательная женщина укладывает ваши саженцы в коробки, в посылку. Девочки-студентки вот на этих столах перекладывают саженцы из горшка в перфорированные пакеты. А Татьяна уже упакованные саженцы укладывает в ваши посылки. Состав грунта для посадки Ведро торфа 10 литров, пол ведра перлита и пол ведра сеянного или компоста, или перегноя. И добавляем пол мешка, это значит 250 грамм, на вот этот полный таз. Здесь у нас 4 ведра грунта. А смокот будет работать уже на следующий сезон и кормить растения. Смотри, ушло, да, отсюда все в землю. Представляешь, какие бы сейчас развились в земле корешочки? Круто! Прокладываем временную дорожку с сыном, чтобы не топтаться по земле и не утаптывать ее, а передвигаться по намеченному контуру. Условно полоса напрямую от дуба, это все будет еще часть питомника. И вот это от дуба и до края участка, это будет декоративный сад. Здесь я буду выращивать розы, гортензии, клематисы. И можно все разместить просто рядами. Ряд роз, ряд гортензий, ряд с клематисами. Но я-то хочу, чтобы это все было красиво. Поэтому я буду высаживать растения, создавая из них красивый декоративный сад. Вот здесь на заднем плане у нас будут размещаться молодые саженцы. Здесь у меня будет изгородь из хвойных. Ели я буду высаживать. Одно пространство будет отделяться от другого. Вот та дорожка к компосту. У нас получается и с той стороны компост, и с этой. Чтобы удобно было всю зеленую массу с той территории относить в тот компост. А вот эту зеленую массу, вот в этот угол, в компост в ящике будем складывать. Вот этот участок я буду полностью застилать. И здесь у меня будут стоять короба с молодыми растениями. Здесь будут саженцы на доращивании. Они небольшие, их можно выставлять плотно, тем самым экономится место. А вот уже взрослые растения нужно ставить шагом. То есть мы их выставляем в шахматном порядке. Если ставить очень плотно друг к дружке, то крайние развиваются нормально. А внутри саженцы вытягиваются, листья у них желтеют, потому что им темно. Вот такая дорога до края перекопанной земли. Для того, чтобы не топтаться и не таскать грязь. И если мне позволит время и погода, я планирую еще сделать вот на этом участке, где у меня будет декоративный сад, разметку. Куплю веревки и сделаю разметку дорожек. Мне нужно скорее освободить место там, где у меня были прикопаны на этот сезон хосты. Пересадить их уже на постоянное место, чтобы можно разравнивать было участок земли и также под застилочную ткань. Копай, копай. Зачем ты встряхаешь землю-то у меня? Ты что? Не надо, конечно. И, друзья, теперь вот в эту землю ничего не разравнивая, ничего не выпалывая и не вытаскивая никакие куски с землей, которые при вспашке закопал трактор. Все здесь остается. Это органика. И она нисколечко не помешает все перепреет. Сейчас вокруг груш и яблонь я буду высаживать хосты. Здесь будет скользящая тень. Очень будет хостам комфортно. Просто выкапываю небольшую лунку и вставляю туда корневище. Вот эти все яблоки, трава. Все-все здесь остается. Сверху будет мульчироваться или хвойным опадом, или опилкой с конюшней вместе с навозом. Отличная будет мульчаев. Сделаем потолще слой. Земля сама в процессе осядет и утянет за собой корни хост. Они, конечно, сейчас уже такие страшненькие. Осенние и пожженные солнцем, и побитые градом. Не страшно. Растения-то листопадные. И новая листва делана из живной. Земля после двойной спашки отлично копается. Высаживаю их свободно, но не очень далеко друг от друга. Хочу, чтобы здесь хосты закрыли своими листьями полностью, как ковром, всю землю. Чтобы сейчас корешочки не подсохли. Быстренько все это я закопаю. И у меня уже будет готово первое пространство на этом участке хостари. Первая неделя октября, и пока стоит сухая теплая погода, нам нужно в питомнике сделать огромный объем работы. Там, где мы месяц назад спахали землю, мы будем закрывать участок земли застилочной тканью. И в этой части сада будут доращиваться молодые саженцы. На подготовленную землю я раскатываю застилочную ткань. Это специальный плотный укрывной материал, который предназначен для сдерживания сорняков. Также такую застилочную ткань используют как основу по тротуарной дорожке. И, конечно же, она просто незаменима для питомников. Ей закрывают огромные площади, создавая контейнерные площадки. В зависимости от производителя, ткань эта может быть разной по толщине в микронах, разной ширины и, соответственно, длины. В этой части сада я буду обустраивать место для подращивания малышей. Я планирую сюда выставить такие же короба, как мы сделали на контейнерной площадке в питомнике. Ну, а пока я воспользуюсь подручным материалом и поставлю поддоны, которые можно взять на любом строительном рынке. Отдадут вам, пожалуйста, самовывозом бесплатно. Но даже если их и продают, то стоят они недорого, а помощь оказывают нам большую. Лютер Бирбанк. Все, что сейчас мы пересаживаем, что еще будет доращиваться несколько лет. Виктория. Все будет стоять здесь. Чтобы отделить одно пространство от другого, декоративный сад от рабочей зоны, я высажу здесь живую изгородь из еле обыкновенной. Даже елочки для изгороди я вырастила сама, покупала маленькими сеянцами по 10 сантиметров. Но все это время они жили в горшках, прикопанные в саду у мамы. Теперь пришло время наконец-то их забрать. Сегодня подготовлю для них лунки, а завтра поедем к маме выкапывать наши елочки. Друзья, мы приехали к маме в сад за нашими елочками. Мам, сколько лет они у тебя росли? Лет пять? Пять лет росли елочки. Ждали нас. Вот они, мои красавицы. Они растут в укропе. Это притенения. Зеленые, голубые. Были еще туи, можжевельники. Это уже все рассажено. А вот елочки подзадержались. Есть совсем малютки. А есть вот такие большие. Вот они, пушистики. Высаживала их в маленькие стаканчики. Потом мама уже их переваливала, пересаживала. Ну, теперь они поедут на природу, на свободу. Вот они, наши красавицы. Голубые, сизые и зеленые. Вот с такими корнями. Хорошо, что они в горшках, хотя они уже давно малы им. И корни повлазили, но все равно будет легче не пересадить. Горшки просто разломаю. Ну, а елочкам легче прижиться. И вот пришло и их время. Наконец-то они поедут на свое постоянное место. Туда, куда я их планировала. Пришлось вот столько времени ждать им. Тут пенильчик растет, цветет у мамы. Все до сих пор цветами. Весной пересадим в большую. Они в стаканчиках, потому что. Тоже весной я их сажала. Сколько нам тут? 100 штук. 100 штук. Ну, больше там. 101-120. Снимайте жгучий. Ну, отлично. Жгучий всегда людям нужен. Куда понес? В машину. Давай, поедем. Пойдем в питомник. Питомник. Можно посадить любой быстро растущий густой кустарник. Но я хочу эту стену сделать вечно зеленой. Ёлки быстро растут. Изгородь будет стриженная, формованная. А со стороны декоративного сада это будет отличный фон для цветущих растений. Высота этой изгороди может быть любой. Ширина приблизительно метр. Очень удобно по уходу, потому что стричь нужно будет всего один раз в год. И изгородь вечно зеленая. Это и красиво, и малоуходно. Расстояние между растениями в изгороди сделаю один метр. Сначала каждая елочка будет по отдельности. Ну, а затем они сомкнутся в одну сплошную стену, очень плотную. Изгородь эта будет не только делить пространство на сад и на хозяйственную рабочую часть, но и будет создавать для растений тень. Потому что молодые растения, особенно в горшках, летом очень страдают от палящего солнца и иссушения. Изгородь из ели будет создавать тень в первую половину дня, а на саждение за забором будут давать тень во второй половине дня. И для саженцев здесь будет очень комфортно. Прямых солнечных лучей растениям будет достаточно, когда солнце будет в зените. А затем в течение дня здесь будет скользящая тень. И вот, друзья, готово еще одно место в моем новом декоративном саду. Живая изгородь из ели обыкновенной, зеленого цвета. Шаг посадки 1 метр между елочками. Высота и ширина растений приблизительно одинаковая. Одни чуть погуще, другие чуть потоньше. Но это все выровнится буквально за несколько лет. Теперь у елочек хорошее будет освещение со всех сторон. И они будут равномерно развиваться. И я их в том числе буду прищипывать. Год я их трогать не буду, чтобы они прижились, окрепли, адаптировались на новом месте. И через год после пересадки я их начну формировать. Я не буду обрезать центральный побег, давая елям набрать нужную высоту. А вот годичный прирост боковой начну немного обрезать, прищипывать, чтобы елочки были густые, плотные. Я думаю, что за 2-3 года елочки у нас тут замкнутся. И будет сплошная стена. Вот эта ветка выдается вперед. Но сейчас я ее тоже трогать не буду, пускай останется. Голубые ели пока постоят в сторонке и подождут своей очереди. Потому что из них задуманы совсем другие композиции в другом месте. Ну вот, друзья, еще одно место в саду у меня готово. Конечно, все посадки в саду я делаю по намеченному плану. Который не только есть у меня в голове, как идея, но также есть нарисованный схематически на бумаге. А подробнее о планировке участка я вам расскажу уже зимой. Подписывайтесь, друзья, на мой канал здесь, в Ютубе, в Телеграме, Инстаграме и в группе ВКонтакте. И приглашаю всех в свой интернет-магазин АС Клематис. За красивейшими сортами роз, клематисов и гортензий. Всем желаю здоровья и красивой осени с хорошей погодой. Вкусненькая? Очень. Блаженство. Вкуснятина. Настоящая.